Здравствуйте! Всем доброго времени суток! С вами я, Василий Емельяненко. Вы у меня на кухне в гостях, где я с вами с удовольствием делюсь рецептами. Сегодня у меня рыба по плану. У меня будет на гарнир цветная капуста с необычным соусом. С таким нетрадиционным, может быть, для нашей полоцы, но тем не менее он будет вкусный, интересный, классный. Следите, записывайте, наблюдайте. Начинаем вот с чего. Я поставлю сейчас прогреваться воду, для того, чтобы слегка отварить капусту. Не сомневайтесь, не мельчите, так сказать. Посуда должна быть всегда такого объема, чтобы у вас ничего не торчало из нее, чтобы удобно было в ней жарить, варить. Включаю сразу на самую высокую температуру. Можно сюда и нужно добавить соли сразу же, для того, чтобы капуста стала чуть вкуснее, чем она была до этого. Рыба у меня сегодня форель. Мне нужна сразу же салфетка. С одной стороны, чтобы доску сильно не испачкать, с другой стороны, ну, что у нас кухонная доска делает такое, чтобы она не скользила, и лишняя влага, чтобы у нас не присутствовала, так сказать, на куске рыбы, нужно ее хорошенечко промокнуть. Рыба у меня была предварительно заморожена, сейчас она дифрост, так называемый. У лососевых у всех есть косточки на спине, поэтому вы их с помощью щипцов, для рыбы вот таких, как у меня, они бывают разных всяких форм и конфигураций, ищите в магазинах. Каждый кулинар должен иметь такие щипцы, потому что, ну, а как мы, с костями рыбу есть неприятно. Все, костей вроде бы нету. Рыба подготовлена. Ну, мы к ней чуть позже вернемся, я сейчас ее разделю на два ровных куска. Ну, и, соответственно, дальше увидите, что я буду делать, пока там вода закипает. В целом, конечно, нужно убрать вот эту вот чешую, ну, если она вдруг никого не смущает, она хорошенечко выжаривается, ничего страшного. Если вдруг там попадется две чешуинки, это не так страшно, как наличие костей. Ну, в принципе, там двумя-тремя движениями ножа можно с легкостью это все убрать. Рабочее место салфеточкой сразу вытираем, чтобы у нас тут ничего лишнего нигде не прилипало и чешуя не попадало. Дальше переходим к капусте. Вода почти закипела. Цветная капуста очень правильный, вкусный, полезный ингредиент. Капусту вообще в России всегда любили, любят. И я уверен, что не только в России, во всем мире ее любят, ценят. Мне нужно выбрать несколько соцветий. Сначала вот в таком крупном виде подварим ее, а дальше уже я буду вырезать те кусочки, которые мне будут нужны. Все, вода у меня уже почти закипела. Мне капусту надо немножко приварить. Теперь переходим к панировке. Мне для рыбы нужно сделать панировку. Значит, у меня есть небольшое количество панировочных сухарей. Просто сухари панировочные, которые продаются в магазине. Не используйте, пожалуйста, ржаные сухари, не используйте сухари из кислого хлеба. Очень часто я вижу, как многие повара и блогеры говорят, кусочки не выкидывайте, корочки не выкидывайте, потом высушите их, в блендере пробейте, будет панировка. Нет, это будет столовская панировка, и если вы в ней будете панировать котлеты, то у вас будет изжога. Я долго размышлял, почему у меня от столовских котлет изжога. Потому что они панируются вот в этом кислом хлебе с большим содержанием дрожжей. Есть панировочные сухари, вот такие называются они панко, или просто темпурные сухари, которые делаются на бездрожжевом тесте, они очень хрустящие, и нет никакой кислоты внутри них, в этом во всем. Значит, но нам помимо сухарей, ну, нужно будет еще массу всего. Например, петрушка. И я, соответственно, что делаю? Смотрите, беру и отделяю листочки от стеблей. Стебельки нам не понадобятся, нам нужна тонкая, мелкая вот эта вот фракция, так сказать. Вот, петрушки должно быть много, я хочу, чтобы панировка имела красивый цвет, поэтому мне нужно все листочки оборвать. Петрушки не жалейте. Она продается везде, никаких проблем с ней нету, это не секретный какой-то ингредиент. И она еще из-за своего плотного вот этого листочка чуть дольше удерживает зеленый цвет при термообработке. Вы знаете, да, что если укроп бросаешь в суп, он очень короткое время держит зеленый цвет, потом он становится коричневым. Петрушка дольше удерживает зеленый цвет, поэтому мы ее используем для панировки. Теперь ее следует тонко-тонко нарезать, не только вдоль, но и поперек. Нам нужна маленькая, мелкая такая крошка зеленая. Все нужно поглядеть, чтобы у нас не было крупных кусочков петрушки, и чтобы они не попадались, чтобы более-менее равномерно, мелко было нарезано все. Добавляю все это сюда, в сухари. Видите, получается петрушки довольно много. И вот у нас панировочная смесь уже стала зеленой. Пармезан или любой твердый сыр, у кого что есть под рукой. Пармезана нужно прилично много, примерно как петрушки. На мелкой терке я его натираю, понимаете, он получается, смотрите, какой красивый, такой пушистый. Он будет равномерно распределяться между теми самыми мелкими вот сухариками панировочными и между листочками петрушки. Все, у меня тут последний кусочек. Последний можно отправить себе в рот, потому что мы же должны всегда пробовать те ингредиенты, которые мы подготавливаем для блюда. и начинаем все это смешивать. Вот у нас получается вот такая вот зеленая панировка с сыром. Пармезан не очень хорошо плавится, то есть он не растекается, как, например, там какой-нибудь другой, более мягкий сыр, да? И поэтому он хорош всегда в панировках. Все, панировка у меня готова для рыбы. Капуста у меня сварилась. Ее следует переложить куда-нибудь в какую-то емкость, потому что она горячая. Работать с ней сейчас тяжело, и процесс приготовления продолжается. Чтобы его остановить, конечно же, хорошо бы там в лед ее закинуть туда-сюда, но это все, знаете, такие детали игрушечные. Возьмите просто обычную воду, обычную холодную воду вот так вот полейте ее, и все. И нам этого будет достаточно для того, чтобы она перестала готовиться. Сейчас тепло распределится в воде. Все, капуста слегка остынет. Теперь это отставляем все в сторону. Подготавливаем для обжаривания рыбы тарелочки, в которых будем панировать рыбу. Значит, у меня есть яйцо сырое, понятно, значит, и есть все остальные ингредиенты. Вместо муки, ну, то есть, чтобы, так сказать, абсорбировать, я использую не муку, а крахмал, потому что крахмал, он менее ощутимый на вкус, потому что мука все-таки чувствуется. И крахмал еще кукурузный, конкретно имеет свойство подплавляться. И это сыграет нам еще дополнительно важную роль. Значит, для соуса маленькую сковородочку, соуса будет небольшое количество, поэтому, значит, сделаем вот что. Смотрите, у меня есть вот такая вот шикарная арахисовая паста. Я хочу, чтобы соус был арахисовый, ореховый. Значит, вот эту пасту я выкладываю в сковородку. Пока не ставлю ее на плиту, потому что я вначале должен развести все, чтобы потом не было у нас никаких там внутренних конфликтов. Вдруг что-то не так пойдет. Масло начнет отсекаться и так далее. Разбавляем ее лимонным соком. Прежде чем, так сказать, его выдавливать надо, его сначала прессануть, так сказать, чтобы сока было больше. И все, и быстро мы так вот крутим. Я надеюсь, что одного лимона хватит, потому что соус должен быть такой кисло-сладкий. Сама паста, она имеет какую-то сладость такую ореховую. Я не смотрел состав, возможно, что сахар есть в составе, но нам в любом случае требуется получить от этого соуса сладкую составляющую. Ну, то есть он должен быть сладкий. Сок лимона льем частями, чтобы по вкусу подобрать, достаточно ли нам этого всего. Кунжутное масло тоже буду лить частями, чтобы не переборщить. Соевый соус. И со сливками пока подождем. Сливки потом, в конце уже. И сейчас нужно потратить несколько минут для того, чтобы размешать ореховую пасту в лимонном соке, в соевом соусе. Густоту можно варьировать количеством воды. Полностью лимонным соком ее нельзя будет забивать, потому что будет слишком кисло. У нас же есть вода от капусты. Что же мы мучаемся-то? Теплая вода как раз это все у нас и разбавит. Поэтому несколько ложечек воды. Вкус здесь настолько интенсивный, ореховый, что так сказать, вот аромат капусты, который там остался после варки, он нам совершенно ничего не испортит. Вы даже его там не увидите, не услышите, не поймете, не разберете. Получается очень красивый ореховый соус. Но самое главное, что он будет очень вкусный. В пасте в самой могут попадаться маленькие кусочки орехов. Пусть это вас не смущает, потому что гладкая текстура уже, так сказать, готового, разбавленного, созданного соуса, она будет вполне хороша. Значит, щепотку крахмала добавлю. Знаете, для чего? Для того, чтобы при нагревании может отсечься жир. Чтобы этого не происходило, это страховка, всего лишь минимальная страховка от каких-то последствий. Все, в холодной жидкости, в холодном креме крахмал прекрасно разводится, растворяется и предохранит от различного там отсекания и всего прочего. Все, соус получился супер. Еще немножко сливочек добавим, но это будет чуть позже, когда я его буду прогревать. Значит, дальше, вот сюда я ставлю ковшик, все, делаем такую ванночку масляную и ждем, когда она у нас согреется. Значит, у меня есть несколько тарелок. Сюда я высыплю крахмал, а сюда панировочную смесь из пармезана и петрушки. Ой, вкусно будет. Прям представляю себе. Рыбу я обещал перец рыбе. Небольшое количество соли с этой стороны. вот так вот пока положу, чтобы соль проникала в рыбу, не сваливалась с нее этой стороной. Теперь мне нужно яйцо, потому что с помощью яйца мы создаем вот эту как раз клеющую массу. Итак, яйцо, вот оно. такой лизончик. Вообще лизончик с молочком идет, но можно добавить две капли. этого будет достаточно. Теперь, теперь, теперь делаем вот что. Значит, сначала мы форельку отправляем в крахмал. Я буду панировать с одной стороны. Стряхиваем тут лишний крахмальчик. Теперь опускаем вот сюда и отправляем в панировку. Как говорит Вильям Похлебкин в своих книгах, он говорит, после того, как вы запанировали в сухарях котлету, нужно дать ей полежать в холодильнике под пленкой хотя бы час. За это время влага, которая есть в мясе, она переходит, пропитывает влагой всю панировку и очень крепко ее прикрепляет к себе, чтобы панировка не отвалилась. И вот, соответственно, пусть у меня в панировке полежит рыба, пропитается влагой от яйца. прилипнет максимально крепко к рыбе. Все, лежи, прилипай. Так, чуть-чуть увеличу температуру на соус и немного добавлю сливок. Масло готово, соус почти готов, осталось только нам все это пожарить. Все, соус я с плиты убираю, чтобы уже дальше все это дело не у нас не кипятилось. Он должен быть теплый. Варить что-то здесь не имеет никакого смысла, потому что у нас все готово. Уберу пока сюда, а сюда я ставлю сковородку. Масла совершенно минимальное количество, иначе оно будет перегреваться. Панировка будет гореть, а нам нужно, чтобы она не горела, а поджаривалась аккуратно. Значит, что у нас с цветной капустой? Капусту отсюда достаем, стряхиваем и разбираем на соцветия прямо на салфетке для того, чтобы лишняя вода у нас уходила. Видите, салфетка сразу стала влажной. Она забирает у капусты лишнюю влагу. Учтите, что капуста при жарке будет уменьшаться, поэтому рассчитывайте так, чтобы у вас процентов 25, а то и 30 уйдет на ужарку по объему. я подсаливаю капусту. Ну, вот сколько прилипнет, столько прилипнет. Без особого, так сказать, энтузиазма. Теперь в крахмал все это быстро обваливаем так, чтобы у нас получилась абсорбация некая. Во-первых, влагу внутри удерживает, во-вторых, создает местами корочку, местами нет, но вот как бы здесь не нужно ее прям сильно-сильно панировать в крахмале, просто обвалять чуточку. Все, и отправляем ее жариться. Вот так. Будьте аккуратны, масло капает, отжоги оставляет. Температуру я уже понизил, то есть я ее разогнал до нужной, увидел, что там жарится, убавил на двоечку, но запас прочности у нее еще есть. Долго не жарим, минуту-полторы, готовим сито, для того, чтобы капусту скинуть туда. При такой технике из капусты выходит лишняя влага, капуста немножко сжимается, и так как она у нас уже была отварена, она будет мягкая, плотная, вкусная, и, соответственно, вот такие будут, ну, попробуйте разочек так сделать, поймете, о чем я говорю. Очень простой ну, какой-то отголосок такой, может быть, азиатско-китайской манеры, потому что овощи они всегда припускают в масле, потом уже добавляют ко всему остальному. Все, можно рыбу уже отправлять на сковородку со стороны панировки. Вот. И второй кусочек можно. Обратите внимание на мою посуду. Это литая антипригарная посуда торговой марки Традиция. Она рассчитана на ежедневное приготовление пищи, поэтому продуманы все детали. Шестислойная антипригарная система и толстый литой корпус обеспечивают равномерный нагрев. Ручка не нагревается и не скользит даже в мокрых руках. А еще за посудой легко ухаживать. Можно мыть вручную или в посудомойке, как пожелаете. Посуда Традиция идеально подходит тем, длинности. О, какая шикарная панировочка получилась. Это чуть больше подрумянилось. А с капустой вот что делаем. Аккуратно частями выливаем масло в емкость, чтобы не было резкого такого температурного шока. хотя кухонная посуда всегда в общем-то должна прекрасно выдерживать высокие температуры. Капусте даем немножко полежать прямо здесь в сотейнике. Единственное, что нужно убрать температуру до нуля. А там к рыбе нужно прибавить чуточку масла, чуточку совсем, капельку, чтобы снизу она золотилась и так сказать. Давайте это прибавим. Что нам стоит рыбу я оставляю на самой низкой температуре. В капусту можно и нужно добавить черный перчик прям так, чтобы она была чуть-чуть ароматнее, чем была до этого. Рыба у меня готовая. Соус я немножечко сейчас размешаю. И вот у меня тарелка красивая. Сервировка. Смотрите, нам нужно вот что сделать. Соус у нас не густой, не жидкий. И при возникновении такого вопроса, как крупный кусок и много мелких кусков и соус разместить, я вам сейчас покажу, как я это вижу. Значит, смотрите, соус я накладываю вот сюда. чуть от центра. Значит, чтобы положить кусок, значит, смотрите, он с этой стороны получается тоже прижарился красивый, вкусный, замечательный. Мы это все видим, понимаем. Но нам важно показать панировку, поэтому мы кладем наверх. Это у меня будет на пробу. Теперь мы берем капусту и выкладываем на соус. Чтобы, во-первых, у нас капуста к нему прилипла, во-вторых, чтобы, когда вы будете все это есть, чтобы у вас каждый кусочек окунулся в этот соус, потому что он очень вкусный. Разочек попробуйте, поймете, о чем я говорю. Я такой соус практикую даже на ужинах на своих авторских. Нам нужно обязательно использовать петрушку для украшения, потому что у нас она внутри панировки, поэтому просто-напросто берем сюда, добавляем несколько листочков петрушки, но так, чтобы видно было и соус, и рыбу, и, так сказать, все наше блюдо, чтобы ничего нигде не закрывалось, не перекрывалось. Это блюдо для вас, а это, как полагается, для меня. Смотрите, внутри она полностью приготовилась. Как мы это можем определить? У сырой рыбы сама текстура эластичная. Ее нельзя просто так оторвать ни вилкой, ни ножом, ничем. Здесь я вам показываю, что она полностью хрупкая, и при щадящем приготовлении она не стала серой внутри. Это очень важно. Некоторые люди думают, что если рыба красная внутри, значит, все, она сырая. Ни в коем случае. Сырость определяется только тем, насколько эластично держится волокно. Ну и, конечно же, с вашего позволения, я прям рукой обожаю весь руками, это так вкусно. Я, наверное, даже я бы, наверное, панировку отодрал от рыбы, она просто безумно хороша. Что мы имеем в сухом остатке? Прекрасная, нежная, вкусная по текстуре капуста, идеально ореховый, сладковатый соус, хрустящая пармезановая с петрушкой панировка с сухариками, такая прям сочная рыба, которая не пережарилась, но и не сырая ни в коем случае. Медиум, как я люблю. Если вы вдруг относитесь с предубеждением, конечно, жарьте ее до талого, чтобы она черная стала внутри. Пусть будет, как подошва, ешь сухарь такой, думаешь, класс, зато она прожарилась. Я таких принципов не придерживаюсь и вам не советую. Все вместе очень просто, лаконично, безусловно, нужно потратить какое-то время для того, чтобы получилась изысканная еда. Я надеюсь все-таки, что вам этот рецепт понравится, а чтобы это понять, вы должны его обязательно приготовить. В остальном, я с вами буду прощаться. Хочу сказать, что напомнить, вернее, что меня зовут Василий Емельяненко. Обязательно готовьте свои любимые блюда на посуде традиция. Используйте различные ингредиенты, составляйте фантастические, вкусные миксы у себя на тарелках и смотрите мою программу, потому что я с радостью делюсь с вами всякими поварскими лайфхаками, ништячками, такое все должно быть вкусное у вас на кухне. Приятного аппетита, всего доброго, до новых встреч, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова